Изменение жилищного законодательства на повестке дня пресс-конференции комплекса развития инфраструктуры. Как изменится плата за ОДН и какие новшества ждут горожан в квитанциях? На эти и другие вопросы журналистам ответили главные коммунальщики региона. С 1 января 2017 года плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества на квартирном доме становится жилищной услугой и будет включена в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. Жилищное законодательство с 1 января текущего года изменилось существенно. Часть нововведений касается управляющих компаний, часть контролирующих функций жилищной инспекции. Жители города из всего многообразия затронут изменения в вопросах начисления ОДН. Расходы на содержание общего имущества дома, так называемые ОДНы, за исключением отопления, они из коммунальной услуги переходят в жилищную. Это принято на федеральном уровне с целью повысить ответственность и заставить управляющие компании грамотно-качественно обслуживать общедомовое имущество, искать потери, искать неплатежи и таким образом бороться с завышенными ОДНами и полномерно ввести к их снижению. Поскольку теперь плата в числе жилищных услуг, выставлять стоимость и собирать средства будут управляющие компании, но только в рамках норматива, установленного Департаментом энергетики и тарифов. Корректировки нормативов будут произведены к 1 июля, но уже с 1 января в составе жилищной услуги управляющей компании должны выставлять гражданам платежи за ОДН на содержание мест общего пользования только в пределах норматива. Федеральные законодатели установили, ОДН вследствие разницы между показателями общедомовых и индивидуальных приборов учета за вычетом норматива теперь расцениваются как некачественное обслуживание дома и ответственными за этот небаланс становятся управляющие организации. Работая над эффективностью электрических сетей, снижением потерь воды, управляющая компания либо платит своими денежными средствами эти расходы, либо занимается, работает над их снижением. Жителям отметили ньюсмейкеры, со всеми вопросами по квитанциям необходимо обращаться к управляющей компании. Коммунальщиков обязали вести разъяснительную работу с гражданами, подробно описывать все новые графы расходов на обратной стороне квитанций. В формулах появляются новые показатели. Места общего пользования, величина нормативов, размер площади конкретного жилого помещения занимаемого, величина всех площадей жилых и нежилых помещений в доме и так далее. Вот не стоит сразу обращаться с жалобой в надзорный орган. Сначала и законодатель это предписывает. Необходимо обратиться к управляющей компании, к исполнителю этой жилищной услуги. В регионе активно ведется работа по изменению законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Наш регион вошел в первую тройку субъектов страны, которые уже выбрали регионального оператора. У нас ответственными за вывоз мусора стала компания «Чистое поле». До 1 июня будет установлен единый тариф за услугу. Поскольку наша область попала в число субъектов-новаторов, отметили ньюсмейкеры, у Иванова есть шанс претендовать на федеральную субсидию на строительство полигонов и усовершенствование системы вывоза и переработки ТКО. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.